Здравствуйте! Приветствую вас на канале Трико Бум. Сегодня я хочу предложить вам связать вместе со мной вот этот цветок, который может быть использован как отдельный элемент на полотне с лицевой глади. Иногда хочется связать просто какую-нибудь кофточку или топик лицевой гладью и украсить его одним или несколькими элементами. Для таких узоров обычно лучше брать тонкую пряжу, вот совсем тоненькая пряжа, спицы двоечка, с изнаночной стороны полотно выглядит вот так, а вяжется цветок вот по этой схеме. Раппорт цветка в высоту 42 ряда. Здесь мы будем набирать для одного цветка 27 петель, а с этой стороны и с этой стороны мы набираем то количество, которое нам необходимо. Образец, кстати, нам поможет рассчитать, сколько здесь нам нужно петель, сколько здесь, еще в зависимости от того, где именно мы хотим расположить цветок. Давайте приступим к выполнению этого узора. Начинаем первый ряд. Здесь у меня уже провязаны 15 петель, которые отделяют цветок от края, а теперь сам раппорт. Сначала провязываем 8 лицевых петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Затем делаем накид и следующие 2 петли провязываем 2 вместе с наклоном влево. Снимаем их с левой спицы на правую без провязывания, затем вводим левую спицу вот так, при этом наши петли разворачиваются и провязываем их 2 вместе лицевой за заднюю стенку. Далее у нас 7 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Здесь 2 петли провязываем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Захватываем их с этой стороны и провязываем лицевой. Затем делаем накид и с этой стороны нужно провязать еще 8 лицевых петель. 3, 4, 5, 6, 7 и 8. И затем вот эта часть, которая идет к краю ряда. Вот у меня здесь 15 петель. Я в видео на них больше останавливаться не буду, чтобы нам немножечко подсократить время всего видеоролика. Изнаночные ряды. Все изнаночные ряды мы будем провязывать одинаково. Это изнаночные петли. Накиды тоже провязываются изнаночными петлями. И здесь не нужно делать никаких подсчетов. Третий ряд. Боковые петли уже провязаны. Здесь по схеме нам нужно провязать сначала 6 лицевых петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая. Затем 2 вместе лицевой с наклоном вправо провязываем. И после них делаем накид. Затем 1 петля провязывается. Делаем еще 1 накид. И здесь 2 вместе лицевой с наклоном влево. Снимаем, разворачиваем и провязываем за задние стенки лицевой. Далее 5 лицевых петель. Первая, вторая, третья, четвертая и пятая. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая петля, накид и 2 вместе лицевой с наклоном влево. Снимаем, разворачиваем, провязываем за задние стенки. И снова 6 лицевых петель с этой стороны цветка. А далее провязываем все петли до конца ряда лицевыми. Это наша лицевая гладь с краю от цветка. С изнаночной стороны все петли, включая накиды, будем провязывать изнаночными петлями. Начинаем пятый ряд. Сначала 6 лицевых петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая. Затем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые петли, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. И последние 6 лицевых петель. Третья, четвертая, пятая и шестая. Провязываем боковые петли и изнаночный ряд. Седьмой ряд. Провязываем сначала 6 лицевых. Вторая, третья, четвертая, пятая и шестая. Затем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, 3 лицевые. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Одна лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Здесь уже очень хорошо это видно. Накид, 3 лицевые. Накид и 2 вместе лицевой с наклоном влево. Оставшиеся 6 петель провязываем лицевыми. И боковина нашего изделия. До конца ряда все петли тоже лицевые. Изнаночный ряд провязывается изнаночными петлями. Девятый ряд. Провязываем 6 лицевых. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая. Затем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид и 4 лицевые петли. Первая, вторая, третья и четвертая. Далее делаем накид. И вот эти 3 петли провязываем 3 вместе лицевой так, чтобы центральная петля оставалась сверху. Итак, накид. Затем снимаем первые 2 с левой спицы на правую. Третью петлю провязываем. Эти 2 захватываем левой спицей. И перебрасываем через только что провязанную петлю. Вот у нас получился вот такой уголок. Затем по схеме идет накид и 4 лицевых. Первая, вторая, третья и четвертая. Еще один накид и 2 вместе лицевой с наклоном влево. И заканчиваем наш ряд, провязывая все петли лицевыми. Начинаем 11 ряд. Боковые петли уже провязаны. А здесь по рисунку у нас идут 6 лицевых. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая. Затем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. 4 лицевые. Накид. Следующие 3 петли провязываем 3 вместе лицевой, центральная сверху. 2 сняли, третью провязали и 2 первые через нее перекинули. Затем 1 накид и 4 лицевых. Еще 1 накид и 2 вместе лицевой с наклоном влево. Еще 6 лицевых. Третья, четвертая, пятая и шестая. Раппорт нашего цветочка закончен. Теперь провязываем оставшиеся лицевые петли до конца ряда. Мы провязали уже 11 рядов. Для удобства я провела еще здесь горизонтальные линейки, которые помогают мне быстрее находить нужную строчку. Мы с вами остановились сейчас вот здесь и приступаем к следующему блоку. Начинаем вывязывать вот эти лепестки. Боковые петли провязаны. Теперь здесь по схеме у нас 4 лицевых. Первая, вторая, третья. И четвертая. Затем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Провязываем. Делаем 1 накид. 2 лицевые петли. Первая, вторая. Затем 1 накид. И 2 вместе лицевой с наклоном влево. Далее следует 2 лицевые. И продолжаем здесь провязывать по 3 вместе лицевой, центральная сверху. Накид. 2 первые снимаем. 3 провязываем. 2 первые через нее перебрасываем. И делаем еще 1 накид. Затем 2 лицевые петли. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. 2 лицевые. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 4 лицевые. Раппорт цветочка закончен. Вот мы здесь с вами заложили верхушки новых лепестков. Заканчиваем ряд лицевыми петлями. Изнаночный ряд провязывается полностью изнаночными. Начинаем 15 ряд. Боковые петли провязаны. Здесь по схеме нужно провязать еще 3 лицевые. Затем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. 1 лицевая петля. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 1 лицевая петля. Накид. Еще 2 вместе лицевой с наклоном влево. 1 лицевая петля, накид, 3 вместе, центральная сверху. Делаем еще 1 накид, провязываем 1 лицевую петлю, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая петля, накид и 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые и оставшиеся петли до конца ряда провязываются лицевыми. 17 ряд. От вертикальной линии у нас провязываются 2 петли лицевыми, затем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевые петли. Теперь этот лепесток, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые, накид и 2 вместе лицевой с наклоном влево, далее оставшиеся 2 лицевые петли. А это боковинка нашей детали, она полностью провязывается лицевыми петлями. 19 ряд. После вертикальной линии у нас провязывается 1 лицевая петля, затем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 5 лицевых, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, затем 1 лицевая петля, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 5 лицевых, накид и 2 вместе лицевой с наклоном вправо, остается еще 1 лицевая петля, а далее боковина изделия провязывается полностью лицевыми петлями. Провязано уже 20 рядов нашего раппорта, мы добрались уже до самой широкой части левого и правого лепестка и сейчас будем их сужать, провязывая одновременно центральную часть. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид и далее 7 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Затем накид и 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид и 7 лицевых, 1, 2, 3, 4 и 5. 5, 6 и 7. У нас остается еще один накид и 2 вместе лицевой с наклоном вправо, раппорт закончен и до конца ряда все петли провязываются лицевыми. Начинаем 23 ряд. Боковые петли провязаны и здесь после вертикальной линии у нас идут сначала 2 лицевые петли, затем мы делаем накид и 2 петли провязываем 2 вместе лицевой с наклоном влево. Далее 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая петля, еще раз 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, еще 1 накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид и 2 лицевые. Цветочек закончен, а далее продолжаем провязывать до конца ряда только лицевые петли. Начинаем вязать 25 ряд, центральная часть закончена, начинаем вывязывать верхние лепестки и заканчивать левой и правой. После вывязывания боковины изделия по схеме в 25 ряду нужно провязать 3 лицевые сначала, делаем накид и 2 вместе лицевой с наклоном влево. Далее идет 1 лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая петля, снова 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая петля, еще 1 накид и здесь 3 петли провязываются, 3 вместе лицевой так, чтобы центральная оставалась сверху. Первые 2 снимаем, третью провязываем, первые 2 подцепив левой спицы через нее перебрасываем. Затем накид, 1 лицевая петля, еще 1 накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, накид, снова 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид и 3 лицевые петли. Раппорт цветка закончен, а теперь остается провязать лицевыми петлями боковину нашей детали. Начинаем 27 ряд. Здесь после боковых петель, после вертикальной черты нам нужно провязать 4 лицевых. Затем делаем накид и эти 3 петли провязываются 3 вместе так, чтобы центральная была сверху. 2 снимаем, 3 провязываем и 2 первые через нее перебрасываем, затем накид, 1 лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые, накид, далее 3 вместе лицевой, центральная сверху. 2 снимаем, 3 провязываем и 2 первые через нее перебрасываем, затем накид, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, накид и снова 3 вместе лицевой, центральная сверху. Первые 2 снимаются, третья провязывается, первые 2 через нее перебрасываются, накид и далее 4 лицевые петли. Цветочек мы провязали, а теперь лицевые петли боковой части детали. Начинаем 29 ряд. Здесь эти лепесточки будут уже провязаны полностью. После боковых петель в 29 ряду сначала провязываем 4 лицевые. Затем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая петля, еще раз 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, далее 3 лицевые, накид, 3 вместе лицевой, центральная сверху, накид, 3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, накид и 2 вместе лицевой с наклоном влево, 4 лицевые, вот еще одна часть цветочка закончена. Провязываем до конца ряда все петли лицевые, изнаночный ряд провязывается полностью изнаночными петлями. 31 ряд. Нам остается сейчас провязывать только вот эти два верхних лепестка, поэтому начинается легкая часть уже в этом рапорте. С краю от вертикальной линии провязываем сначала 6 лицевых, затем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид и 4 лицевых. Продолжаем провязывать 3 вместе лицевой с наклоном, центральная сверху, накид, 2 снимаем, 3 провязываем, 2 первые через нее перебрасываем и накид. Снова 4 лицевых, накид и 2 вместе лицевой с наклоном влево. Заканчиваем рапорт 6 лицевыми, а теперь боковинка полностью лицевыми петлями. Начинаем 33 ряд. После вертикальной линии сначала 6 лицевых, затем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид и 4 лицевых. Накид, 3 вместе лицевой, центральная сверху, первые 2 снимаем, третью провязываем, первые 2 через нее перебрасываем, делаем накид и снова 4 лицевых. Затем накид и 2 вместе лицевой с наклоном влево. 6 петель до вертикальной линии. Рапорт закончен, а теперь боковина. Все петли лицевые. Вот уже как выглядит наш цветок на этом этапе. И сейчас мы начинаем провязывать 35 ряд. После вертикальной черты провязываем 6 лицевых. Далее 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые, еще раз 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид и 3 лицевые. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо и 6 лицевых до вертикальной линии. Рапорт закончен, а теперь провязываем до конца ряда только лицевые петли. Начинаем 37 ряд. После вертикальной линии сначала провязываем 6 лицевых. Затем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая, снова 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид и 5 лицевых. Теперь накид и 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая, еще 1 накид, еще раз 2 вместе лицевой с наклоном вправо и заканчиваем 6 лицевыми петлями. Далее до конца ряда провязываем все петли лицевыми. Начинаем 39 ряд. После вертикальной линии 6 лицевых. Затем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, еще раз 2 вместе лицевой с наклоном вправо и еще 1 накид, а теперь 7 лицевых. Накид 2 вместе лицевой с наклоном вправо, первый раз, накид и 2 вместе лицевой с наклоном вправо, второй раз. Оставшиеся 6 петель провязываем лицевыми и далее все петли до конца ряда провязываются лицевыми петлями. Наш цветочек уже почти закончен, нам остается провязать только последние лицевой и изнаночные ряды, это 41 и 42. И здесь после вертикальной линии мы провязываем 7 лицевых петель 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Затем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 9 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Затем 2 вместе лицевой с наклоном вправо и 7 лицевых петель 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Заканчиваем ряд лицевыми петлями и изнаночный 42 ряд полностью провязывается изнаночными петлями. Теперь полностью закончен весь цветок и если я хочу провязать еще третий или четвертый, нужно провязать небольшое количество лицевой глади, чтобы отделить один цветочек от другого. На этом я свое видео заканчиваю, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать оповещение о каждом новом видео, оставляйте свои комментарии. Всего вам доброго, до свидания.